Здравствуйте! Начиная со следующей недели, с 1 по 10 декабря, в Казани пройдет декада инвалидов. Накануне уже в кабинете министров республики Татарстан прошел брифинг, на котором руководители многих министерств и ведомств отчитались о своей работе, проделанной для людей с ограниченными возможностями. Это главные новости в студии Равиль Сайганов. Я напоминаю, что у нас есть телефон прямого эфира 5 11 99 66. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Также у нас есть группа ВКонтакте, медиаканал Эфира 24. Там вы можете оставлять свои сообщения, пожелания. В этой же группе ВКонтакте мы начали голосование, так что голосуйте и присоединяйтесь к нашему разговору. А сегодня в студию в гости мы пригласили заместителя министра труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан Ирину Просвирякову. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Особенно если учесть, что сейчас тема, о которой пойдет речь, очень даже актуальная, важная, она касается людей самых незащищенных слоев нашего общества, инвалидов, правда сейчас принято их больше называть людьми с ограниченными возможностями, либо маломобильные группы населения. Как бы их ни называли, проблем от этого у них меньше не становится. Вы знаете, у меня, честно говоря, порой складывается впечатление, что вот о этих людях, которым больше всего нужна наша помощь, наша поддержка, особенно помощь государства, мы вспоминаем лишь по каким-то особым дням, лишь по особым поводам. Вот сейчас, 3 декабря у нас, получается, будет Международный день людей с ограниченными возможностями. Как раз в рамках этого дня у нас и проходят декады инвалидов. Вот вспоминаем мы как раз именно в это время, или только у меня складывалось такое впечатление, субъективное мнение? Ну, возможно, действительно так кажется, что именно мы вспоминаем в это время, но я убеждена, что последнее время, последние годы мы, конечно, больше уделяем внимание инвалидам решению этих проблем, тем более, что в 92-м году, когда Генеральная ассамблея учредила этот день, Международный день инвалидов, это сразу привлекло внимание к этой дате, и мы стали о ней говорить, и именно вот переросло этот день, перерос в декаду, в декаду добрых дел, как вот это в Казани, в этом году эта декада, как декада добрых дел проходит. Но последние годы проблемам инвалидов уделяется большое внимание. Я считаю, что вот основополагающий документ, который определяет права инвалидов, это была конвенция о правах инвалидов. Ну, в 6-м году она была одобрена Генеральной ассамблеей, в 8-м году она вступила в силу, Россия ратифицировала ее только в 12-м году. И вот уже с 11-го года началась более активная работа по реализации прав инвалидов во всех сферах деятельности. Поздно, мы раньше мало занимались проблемами инвалидов, и когда мы не могли ее ратифицировать, потому что мы просто не готовы были к выполнению норм конвенции. И хотя наши нормы правовые не противоречили положениям конвенции, но тем не менее возникала возможность, разбалансирована нормативная база была, и возникали возможности для того, чтобы где-то не соблюдать эти нормы. Поэтому вот в рамках подготовки к ратификации конвенции с 11-го года, и уже начиная ее реализация, стали приниматься законодательные акты. Принято было 12 законодательных актов, но даже они не решили все проблемы. Когда стали их применять, оказалось, что есть еще системные недоработки, и поэтому сейчас Государственная Дума в первом чтении принят закон о внесении изменений вам уже в 25 законодательных актов в плане защиты прав инвалидов в связи с фиксификацией конвенции. И мы рассчитываем, что в четвертом квартале этого года этот закон будет принят, и он четко определит нормы, которые как раз, говорят, регламентирующие доступность объектов и услуг, регламентирующий исполнение общегражданских прав, свобод нашим инвалидам на принципе недискриминации и разумном приспособлении. Это принципы конвенции. И, кстати, один из ключевых параметров конвенции принципов, это как раз доступность объектов и услуг. Очень важная тема. Мы ей начали заниматься в республике наиболее подробно с 2011 года, когда мы вошли в пилот по программе «Доступная среда». Сейчас по поводу как раз этой программы «Доступная среда» мы еще обязательно поговорим. Пока мне говорят, что у нас есть телефонный звонок. Я напоминаю, что у нас телефон студии 511-9966. И здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, вот я инвалид-опорник, проживая на Адель-Кутуе. Вот по пути следования очень много лестничных ступенек. Хотелось бы узнать, в рамках «Доступной среды» планируется ли обеспечить доступность этих лестничных маршей, чтобы мы могли беспрепятственно преодолевать такие категории, как мы. Спасибо большое. Спасибо за звонок. Эта проблема очень актуальная, особенно для Казани, потому что город у нас не расположен на ровной местности, поэтому у нас действительно много спусков и переходов. Там имеется в виду спуски подземной пешеходной перехода? Нет, имеются спуски на Адель-Кутуе, у нас нет подземного перехода. Я хорошо знаю эту улицу, я живу недалеко. Там просто по тротуару, когда идешь, есть спуски, есть спуски к домам. И, конечно, я думаю, что в зимнее время там передвигаться очень сложно. У нас такие спуски есть и на других улицах. Но ранее, в первые годы программы, шел разговор об адаптации пешеходных переходов. И, кстати, инвалид-опорники тоже задавали этот вопрос. У нас в очень многих местах были очень высокие поребрики, и инвалиду очень трудно было преодолевать этот поребрик. И мы начинали с адаптации пешеходных переходов. А сейчас вот как раз вы правильно задаете вопрос, и мы его сейчас обсуждаем и готовимся к его защите этой проблемы в Москве, чтобы нам разрешили адаптировать и лестничные спуски, которых очень много, и которые, конечно, нужно адаптировать и в плане того, чтобы сделать лестницу нормативной, и поручни удобные поставить, и, конечно, рядом сделать пандус. Тем более он будет удобный не только для опорников, людей с нарушениями какими-то, но и для мамочек с колясками, которые нам тоже очень много пишут о том, что им трудно преодолевать какие-то барьеры. Это маломобильная группа наша. А вот изначально, получается, любые те изменения, которые планируются где-либо сделать, это в любом случае должны сначала в Москве, что ли? Нет, нет. Это только в рамках программы. В этой программе вам? Просто мы говорим о том, что в рамках программы адаптируются все сферы жизнедеятельности инвалидов. И есть там транспортная пешеходная структура. И начинали мы с того, что адаптировали пешеходные переходы, потому что вот эти все высокие поребрики, и люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, и люди с нарушением зрения, для них это тоже очень большая преграда. Невозможно пройти. Невозможно пройти. Ну, так как для всех нас, честно говоря, высокий поребрик, он, в принципе, для всех людей неудобен. Поэтому начинали мы с адаптации пешеходных переходов. Мы просто с каждым годом развиваем программу, вносим какие-то новые дополнения, новые объекты. И поэтому мы вот как раз тоже задались вопросом. А главное, что этот вопрос задают наши инвалиды. Они во очень многих вопросах нас подталкивают. Вот даже приведу пример в сфере здравоохранения. Мы адаптировали поликлинику на Вишневского 2, дом 2. Это районная поликлиника, так же, как поликлиника номер 6 на Сибирском тракте. Тоже районная поликлиника. И вроде бы мы сделали в хорошей входной группе. Мы адаптировали зону приема, санитарно-генедические помещения. Ко мне приходили на прием инвалиды. Мне звонили и говорили, а почему вы не думаете о том, что это четырехэтажное здание, пятиэтажное здание. И вот, например, в поликлинике 2 на Вишневского на четвертом этаже расположена поликлиника офтальмологической больницы. И нам очень трудно подниматься. Поставьте вопрос о том, чтобы доадаптировать эти здания. И вот в 14-й год программы именно по рекомендации наших инвалидов, они даже звонили, говорю, по-моему, даже в каком-то эфире было это тоже. Мы поставили во вторую поликлинику подъемник прозрачный, вертикальный, внутрь. А в шестой поликлинике нам пришлось даже делать шахту лифта, и мы смонтировали лифт, чтобы людям было удобно подняться в любой кабинет и пройти обследование. То есть поэтому наши инвалиды — это главные наши союзники и те, кто являются нашими оппонентами. И они нас критикуют, мы прислушиваемся, они ставят задачу. Вот нам задачу сейчас говорили, и сейчас опять это прозвучало о том, что да, лестничные спуски — это проблема. Мы будем этим вопросом заниматься. Так, раз речь зашла так подробно об этой программе «Доступная среда», во-первых, надо сказать, что это пилотная программа. Мы одна из трех площадок, да, по-моему, которые в России, в Татарстан. Вот за это время что уже сделано и что еще предстоит сделать? Сделать нам предстоит очень много, и не в рамках одного или двух лет. Надо готовиться к тому, что для того, чтобы наш город, наша республика стала адаптированной, нам нужно пройти длинный путь однозначно. Это не так все быстро. Посмотрите, даже в городе Казани по реестру 55 тысяч вообще объектов, просто объектов. Если мы делаем их доступными. Я хочу сказать, что в 2011 году Россия принимает государственную программу «Доступная среда». Вот в рамках как раз подготовки к ратификации конвенции. И мы, понимая, что эта проблема затрагивает напрямую треть нашего населения, это маломобильные группы. Вот я уже сказала, это не только инвалиды. Это пожилые люди, временно нетрудоспособные, мамчики с колясками, дети дошкольного возраста. Это все маломобильные группы. Мы вошли в этот пилот, нас поддержал наш президент, нам поверили в Москве. Мы, Тверь и Саратов, стали пилотом, который в течение двух лет мы реализовывали программу. А сейчас это уже не пилот. Сейчас уже мы просто продолжаем работать в программе «Доступная среда» до 2015 года. И в 2014 году наряду с другими уже субъектами, уже 67 субъектов, в Российской Федерации вошли в программу. Мы реализуем эту программу на 2015 год. Мы тоже сейчас готовимся, собираем заявки от министерства, от общественных организаций инвалидов. И вообще в каждой сфере, какую мы не берем, мы определяем объекты вместе с общественными организациями, которые нужно адаптировать. То есть что именно нужно адаптировать, подсказывают, говорят именно эти общественные организации вам? Да. Но если мы возьмем здравоохранение, то сначала был разговор о том, что республиканские клиники, туда приезжают все инвалиды. Но наши же инвалиды сказали о ЦРБ, центральной районной больнице по республике, о районной поликлинике. Поэтому мы включили три уровня объектов. Если это социальная защита, мы тоже сначала начали с управления социальной защитой, куда приходят люди оформлять субсидии, допустим, меры соцподдержки, центры занятости, куда тоже люди приходят в поисках работы. Но у нас есть еще и дома-интернаты, где тоже проживают инвалиды. У нас есть революционные центры, поэтому это был третий уровень объектов. Сейчас я прошу прощения, потому что мы сейчас еще обязательно продолжим. Мне просто сообщают, что у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Такая большая работа была организована в Татарстане по доступной среде. На многих перекрестках установлены тактильные плитки. Но каждый год, когда снег сходит, плитки разрушаются, трескаются. Намерены ли вы с этим что-либо делать? Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Проблема в чем? Это некачественная плитка, это некачественная работа или что там? Сейчас расскажу. Вы знаете, плитка – это наша проблема, это наша боль, потому что мы, конечно, хотели сделать так, чтобы было удобно, долговечно. Эта плитка, она соответствует полностью ГОСТу. Это бетонная плитка, гастированная, которую мы установили. К сожалению, она не выдерживает во многом механических повреждений. То есть, когда мы ее колем ломом, когда на нее заезжает большой какой-то автотранспорт, и, кроме того, оказывается, она не выдерживает антигололедного реагента. Именно поэтому в городе Казани, в котором много было установлено тактильной плитки, мы сейчас вот видим эти перекрестки, которые тоже меня заставляют переживать, что там у нас идет разрушение. Поэтому, когда мы вошли в программу 2014 года, в прошлом году, мы вместе с ТАДДОР-проектом, с нашей Казанской архитектурной академией поставили задачу такую, что нужно разрабатывать новые варианты этой плитки. И не дожидаясь изменения нормативов, а норматив должен изменяться тоже по этой плитке, мы разработали новый вариант песчанополимерной плитки. Поставили ряд этих плиток на зимний период, она не разрушилась. Это где-то пробные варианты были? Да, пробные варианты. Их долбили, на них заезжали, их покрывали реагентом. Они остались в таком же состоянии. Поэтому в этом году мы совместно с генеральным подрядчиком, а это у нас метроэлектротранс в этом году, запустили эту плитку. И сейчас на улицах вы уже увидите другую плитку. Сейчас будет она в массовом. Да, мы сейчас ее располагаем на перекрестках. И кроме того, когда мы анализировали сам рисунок плиток и советовали с инвалидами, там есть тоже свои моменты. Например, очень небольшое расстояние между рифами, а на коляске очень трудно проехать. Поэтому мы расширили рифы, чтобы колеса коляски приезжали более свободно. Это тоже хорошо. Потому что надо, чтобы... Когда мы создаем доступ для одной категории, мы не должны ухудшать доступность для другой категории. Также по этим уже более свободным рифам могут проехать и коляски, на которых мы везем малышей. Это тоже вопрос. То есть, понимаете, вот поэтому мы и не занимались программой, как бы доступностью, а когда вот стали ей заниматься, возникают вопросы, которые приходится отрабатывать, менять, вносить изменения в нормативы, предлагать выносить эти изменения и учитывать мнение различных категорий инвалидов. Мы не можем говорить только об одной категории. У нас есть разные категории. Вот что бы, конечно, ни делали, в любом случае находятся люди, у которых возникает различное непонимание либо недовольство. Критики всегда хватает. Но вот некоторая критика все равно объективна. Вот очень много тоже вопросов и недовольства поступает по поводу, допустим, вот этих надземных пешеходных переходов. То есть лифты, которые там есть, они же не все работают. Да. И вообще работают ли где-нибудь там лифты? Работают. Работают около ветеринарного института. По программе «Доступная среда» были установлены лифты на площади Тукая, потому что площадь Тукая для нас была вообще знаковым объектом. Потому что первые два года программы мы адаптировали «Казанское метро». У нас есть или горизонтальные подъемники, есть где-то лифты, где-то есть, если вы знаете, поддоны, чтобы человек-колясочник мог спокойнее заехать в первый и последний вагон. И площадь Тукая для нас это был важнейший вопрос, потому что человеку с Баумана надо спуститься и попасть в метро. Дальше идет пандус и дальше уже. Поэтому эти лифты работают. На прошлой неделе мы часто объезжаем. На прошлой неделе рабочая группа в преддверии декады. И так постоянно объезжаем. Мы заезжали, сами спускались в обоих лифтах. На площадь Тукая они работают. Кроме того, еще шесть лифтов было установлено на территории города Казани, около РКБ. На Файзи эти лифты работают. Но, к сожалению, на Карбышево-Комарова и также на Глушко, который лифт работал месяц назад, там были совершены вандальные действия. Вот здесь очень обидно, что мы не ценим то, что мы создаем. А вот эти лифты изначально не должны быть антивандальными? Ну, они были антивандальные. Но, тем не менее, настолько изощренно все равно как-то относятся к порче этого имущества, что действительно приводит его в нерабочее состояние. И, к сожалению, Комитет внешнего благоустройства города Казани приходится вновь заказывать эти элементы, устанавливать их. И вот я разговаривала с ними сейчас на Глушко. Они как раз заказывают новые стекла, потому что там разбитое стекло, чтобы лифт этот работал. А ведь он очень нужен. Я думаю, что все-таки мы поменяем это отношение к тому, что мы создаем. И со временем будем пользоваться больше элементами доступности. Так, а вот если по поводу этой программы подытожить, то есть уже в первую очередь за два года адаптировали в первую очередь здание больницы? Ну, расскажу. Мы взяли приоритетные сферы жизнедеятельности инвалидов. То есть мы взяли здравоохранение. У них был наибольший объем средств. Это мнение общественных организаций инвалидов. Все основные больницы, получается? Мы не все. Далеко не все еще. Мы республиканские клиники адаптировали. Адаптировали ЦРБ. Но программа еще продолжается. Еще много нужно адаптировать. И поликлиник много еще остается. И городских больниц. Тем более, говорю, иногда мы делаем так. Мы объект доадаптируем. Повышаем его уровень доступности. Мы делаем один корпус. А у нас несколько корпусов, например, у больницы. Потому что не хотелось делать только одну больницу. Хотелось дать возможность, например, больше попасть в поликлиники. Поэтому делали поликлиники. В соцзащите у нас тоже еще. Мы каждый год адаптируем дома-интернаты. По 5-6 мы продолжаем это делать. У нас их 28. Революционные центры будем заканчивать. У нас есть еще несколько революционных центров. Затем сфера спорта и культуры. Вот по сфере культуры наши общественные организации однозначно сказали, что мы хотим, чтобы наши театры были адаптированы. Поэтому мы в первую очередь, в первый год программы адаптировали театры. Наш цирк тоже в том числе. А вот в следующий год программы мы уже больше взяли библиотек, музыкальных, художественных школ, где тоже наши детишки, у которых есть какие-то ограничения, могут, чтобы спокойно попасть на этот объект. В сфере спорта мы адаптировали объекты. Можно сказать, конечно, у нас была универсиада, и как это так, это объекты не адаптированы. Мне часто задают этот вопрос. Но, к сожалению, в требованиях ФИСУ нет такого жесткого требования доступности, как в требованиях МОК. Когда я была на обучающем семинаре в Сочи, я как раз выяснила этот момент, что поэтому где-то мы не до такой степени адаптировали эти объекты. Да, входная группа, эта зона есть. А вот для спортсменов нам пришлось, для того, чтобы мы занимались адаптивной физкультурой, например, то пришлось нам доадаптировать эти объекты. Сейчас получается, вот эти объекты, которые построили к универсиаде, они будут немного переделываться? Нет, они уже часть из них доадаптированы. Часть из них соответствует, больше уже соответствует, особенно те, что строились в последние годы, вот к 2013 году. А часть мы доадаптировали. Это касается, в первую очередь, бассейнов. Потому что наши инвалиды-колясочники и наша команда, которая играет у нас в баскетбол, они просто поставили вопрос. Мы хотим, чтобы бассейны были адаптированы. Они прямо потребовали. И мы адаптировали Ватан, Триумф. Мы ставили там подъемники, чтобы могли, потому что там бассейны на втором этаже, а первые этажи там доступны. Поэтому вот этот вопрос тоже необходим. Очень хорошо. Еще вот, получается, еще на следующий год тоже эта программа будет. Еще много очень будет работы, естественно. Мы хотим продолжить. Дай бог справимся. По поводу Кратенко, не так много у нас времени осталось. Кратенько по поводу декады инвалидов. Какие мероприятия будут наиболее важные для самих инвалидов? Понятно, будут какие-то концерты, какие-то поздравления, еще что-то такое. Самые важные какие будут мероприятия для инвалидов? Ну, мероприятий будет много. И это и выезды мобильных бригад, и здравоохранение много круглых столов. Много всего. Но мне вот хотелось бы сказать, что мы проводим в воскресенье в большом концертном зале такой социально-культурный форум «Искусство добра», на котором мы соединили сразу несколько площадок. Поскольку, во-первых, у нас БКЗ полностью адаптирован. Можно свободно попасть в любое помещение. Мы там проводим и шахматный турнир, на котором детишки наши инвалиды из наших коррекционных школ и интернатов примут участие в игре с гроссмейстером. Сейчас же проходит еще шахматный турнир в Казани. Кроме того, там будет площадка, на которой армянский художник и писатель Вреш Киракосян. Он сам человек с тяжелой инвалидностью. Он очень интересный спикер. Он может убедить людей, как надо верить в жизнь, как надо стремиться. Он проводит презентацию своей книги «Душа в стиле ню» и такой вот круглый стол «Социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями». Это еще раз напомню, где это будет? Это будет у нас в Большом концертном зале в 11 часов начала. Вход совершенно свободный. Какого числа еще раз? Это в воскресенье. В воскресенье будет как раз. 30-го числа, да. Всех вы приглашаете, естественно. Всех приглашаем, да, на эти площадки, на презентацию высказки, посмотреть шахматный турнир, послушать в Реже Киракосяна. Пожалуйста, посмотрите, там будет выставка работ, художник его и наших художников, которые тоже с ограниченными возможностями. То есть мы рады будем всех видеть. И потом у нас там будет еще и авторский вечер Аделии Фазулиной. Это тоже девушка, которая ограничена в зрении. И гала-концерт, на котором наши инвалиды покажут свое творчество. И приходится просто изумляться и восхищаться их творчеством. Мне сообщили, что буквально 3 минутки у нас осталось. Давайте, знаете, что подытожим мы немножко. Вот мы в нашей группе ВКонтакте задавали вопрос, задали вопрос, с какой проблемой, на ваш взгляд, чаще всего сталкиваются инвалиды в Казани. И вот 69, почти 70 процентов у нас ответит, что мало адаптированных мест для передвижения. То есть вы тоже, я так понимаю, как раз на это будет в первую очередь. А хочу сказать, что в Казани ДКД откроется 1 числа, в первый день ДКД. Также в Большом концертном зале Сайдашева, тоже в БКЗ, там будет как раз городское мероприятие, посвященное открытию ДКД инвалидов. Традиционно, всегда оно так проходит. Так же и будет в этом году. Это помимо социокультурного форума, который пройдет в воскресенье. И вот так, второй по численности ответ, так очень много людей проголосовало, сложности с трудоустройством. Буквально кратенько, две минуты у нас осталось. Это одно из основных направлений вашей деятельности, вашего инвестиции. Да, это одно из основных направлений. Но сейчас, если мы скажем по прошлому году, то к нам за трудоустройством обратилось 3,5 тысячи человек, и 1700 человек трудоустроены. Мы эти вопросы тоже решаем. Мы можем сказать, что каждый второй, кто обращается, по-моему. Да, так и получается. Около как раз, ну если 3,5, то 1,7, это почти что 50% были трудоустроены. В этом году, но еще декабрь впереди, все ярмарки, вакансии опять же пройдут. И в Казани тоже в ДКД инвалидов. И кроме того, сейчас принята дополнительная программа о создании специально оборудованных рабочих мест для инвалидов. Уже 360 человек трудоустроены на эти места и будет продолжаться. Причем даже инвалиды-колясочники. Это очень важный момент, чтобы рабочее место и вход в это здание был адаптирован для этих людей. То есть эти программы тоже, они у нас есть, и мы ими активно занимаемся. Но надо еще вот кратенько сказать, то, что в эту ДКД инвалидов также будет еще и ярмарки, вакансии. Каждый год они проходят, да, получается? В ДКД инвалидов всегда. В ДКД инвалидов всегда проходят ярмарки, вакансии. Будут консультации в центрах занятости, естественно. И, кстати, вот на нашем социокультурном форуме тоже будет день правовой помощи. Там будут у нас консультировать юристы. Это уполномоченный по правам человека. Соборская сырья Харисна организовала тоже там целую такую зону для оказания этой правовой помощи. Они приглашают адвоката и нотариуса, и различные юридические службы. И министр юстиции тоже сказал, что примет участие в этом мероприятии. Поэтому мы думаем, что мы там тоже сможем ответить на многие вопросы, в том числе трудов. Спасибо вам большое. К сожалению, времени у нас не так много для нашей темы. Я напоминаю, что у нас в гостях был заместитель министра труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан Ирина Пресверякова. Спасибо большое еще раз, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Спасибо телезрителям, которые задавали вопросы. Напоминаю, что это были главные новости. И с вами Равиль Сайганов. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова